Коллеги, добрый день. Будем начинать, если позволите. Мы проводим вторую серию вебинаров. Проводим вебинары в статусе, в формате консультантского обсуждения. Меня зовут Виктория Дементьева. Я РПА-консультант по экономическим вопросам. Со мной мои коллеги Наталья Степаненко. Наталья у нас Сима Петри, директор по финансам практикующая. И мой коллега Юлия Антонова. Юлия-консультант, то есть консультант-практик, который во внедрениях участвует. Сегодня мы хотели бы разобрать, продолжить разбор функционала конфигурации. Конфигурация у нас будет нашей ЕРП. На прошлом вебинаре мы поднимали вопрос по стратегии закупок и по технологии казначейства. То есть, что происходит в казначействе, какие функционалы разбираются в этом всем, куда двигается автоматизация. Если на предыдущем вебинаре разбирали управление хоудингом, то сейчас разбираем функционал, который реализован в ЕРП системе. В принципе, как мы наши вебинары строим. У меня и у команды возникает масса вопросов, как выстроить. То есть, коммуникацию выстроить, прежде всего, стоп-менеджментом в компании, выстроить ее заказчиком, максимально донести, сделать функционал понятным, доступным, и, в принципе, чтобы эти подсистемы заработали в компании. Поэтому нам очень полезен опыт Натальи, то есть, практикующего топ-менеджера. И Наталья нас, в принципе, направляет по тем или иным вопросам, которые возникают при кладной плоскости. Наталья, привет! Давай поздороваемся, в принципе. Добрый день! Приятно все слышать, видеть. Не видеть, к сожалению, но слушать. Хорошо, смотри. Значит, в прошлый раз, когда мы разбирались с тобой, в принципе, системные механизмы управления холдингом, у тебя возникали вопросы касаемо клиент-банка, централизованного казначейства и закупок. Я сегодня, ну, в принципе, мы вот немножко подготовились с Юлей, хотим рассказать, в принципе, какие функционалы реализуются в централизованном казначействе. Начнем мы с обработки, собственно, загрузки клиент-банка, да, то есть вот само обработка. Да. Это чистый опер-контур казначейства, то есть мы взаимодействуем с платежами. Вот, это еще не, в принципе, не заявочная компания. Вот тут, в принципе, такую обработку сегодня там, ну, покажу, расскажу про нее, да, и расскажу про тренды, тенденции, так скажем. Значит, что стало в клиент-банке больше, да, то есть сейчас, ну, собственно, выгрузка платежей наших поставщикам, это заказ, да, заказ, заявка на расходование средств, там, выгрузка в клиент-банк, акцепт банка, загрузка акцепта в систему. Тут, ну, в принципе, мало что поменялось в этой части, да. Ну, что можно еще сказать? В последнее время, ну, вот в моем там департаменте, да, очень много стало заказов, пожеланий и заявок на хост, такие механизмы, как хост-то хост, да. Это фоновое регламентное задание, да, там, простым языком, обработка, которая запускает обработку, то есть там многие банки к этому двигаются, выкладывают файл в сеть, и вот сейчас мы дорабатываем, в принципе, функционалы, которые сами забирают эти файлики, делают из них платежное поручение, в принципе, по регламенту, ну, вот, выгрузки-загрузки банка. То есть я правильно понимаю, это клиенты делают, скажем так, пользователи делают платежи, формат платежей в том виде, в котором они привыкли, система позволяет загрузить и сделать уже платежное поручение. Смотри, даже не пользователи, это банк, то есть банк дает нам некий файлик, вот формат транспортного файла и некий системный алгоритм, вот, с какой периодичностью эти файлики будут выкладываться куда-то в сетевой ресурс, да, то есть, вот, по вот такому таймингу, ну, когда говорят страшное слово, да, там, непонятное для финансового человека, там, вот, регламентное задание, фоновое задание, тут все просто, обработка, которая запускает обработка, то есть нам вложат что-то, да, там, на некий сетевой ресурс, мы оттуда забираем, ну, предопределение. Грубо говоря, ночью идет синхронизация, да, я правильно понимаю? Ну, оно может там, оно может не ночью идти, то есть оно может быть по расписанию. В определенный момент, да. Да, 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 именно, именно, вот так вот так двигаемся, то есть выкладываются эти банковские файлы и, в принципе, без участия, да, там, казначейского департамента специалистов, казначейского департамента эти файлики забирают и платежки проводят, да, то есть, вот, вот, в принципе, куда продвинулись, да, то есть фоновых и реглазаданий много, да, вот, многие банки туда, в эту сторону, двигаются, у нас это, в принципе, реально просят, вот, что нужно топу, да, вот, какая информация нужна топ-менеджменту, чтобы вот такого плана процедуру как бы запустить, а внедренцам, соответственно, отработать с этим всем. Значит, смотрите, коллеги, то есть четко нужен алгоритм транспортных файлов, да, то есть там у клиент-банка. Казначейские департаменты хорошо с банками коммуницируют, да, то есть сейчас вот, в принципе, банки стали выкладывать на своих сайтах, да, там формат транспортного файла. Вот что радует в части прозрачности, да, там, так скажем, методологического процесса, то, что если, ну, еще, наверное, года два-три мы вот эту структуру банка, там, файлов вот этих транспортных, там, запрашивали, не могли получить, да, там, описание, то сейчас достаточно прозрачный процесс, да, то есть как бы нам и готовые функционалы просто их систем показывают, да, там, и структуру этих транспортников дают, то есть, в принципе, более прозрачный, так скажем, и подготовленный в плане автоматизации процессу. Вот стал в этом плане. Поэтому фоновых заданий в централизованном казначении, есть много, если двигаться в эту сторону, запрашивать, понимать, то есть, в каком формате банк это все дает, да, и с какой периодичностью забирать. Какие вопросы казначей задает, да, смотри, то есть, проведенный, непроведенный документ, то есть, на усмотрение предприятия, да, то есть, как бы, вот, если некоторые просят нам непроведенный, да, то есть, мы их еще пересматриваем сами глазками, да, и дозаполняем. Вот, в таком плане, кто-то просит проведенный, тут уже бизнес-регламент конкретной компании, так скажем. То есть, это задача уже конкретной компании, как мы сформулируем, так вы будете нам в углу. Угу, угу. Я понял. Еще, что еще тут происходит, знаешь, вот из таких вот, ну, я бы сказала, трендов, загрузка курса валют, да, то есть, как бы, сейчас, в принципе, ну, как, куда двигается диджитализация, максимально без человеческого участия, то есть, как бы, рел-задания по расписанию, да, ну, вот, когда они начинаются по терминологии, коллеги мои, да, то есть, понимаем базовую механику, да, фоновое задание, это, это мое расписание, да, как мне ее задать, и с какой периодичностью, там, курсы валют, вот, указывайте, где, да, двигались в части автоматизации управленческих валютных курсов. Виктория Юрьевна, а можно вставить слово, задать еще дополнительный вопрос по поводу использования встроенных документов, по поводу отслеживания дебетовых и кредитных задолженностей наших без участия людей, чтобы формулировался отчет, формировался, извини, отслеживание движения денег, и я видела свои задолженности дебиторку и кредиторку. Штатно есть, да, можно делать, значит, на договоре, на контрагенте можно, но к этому нужно подготовиться с какой спектр, да, то есть, там, смотри, штатная система может блокировать отгрузку, то есть, вот, если, ну, вот, уже грузили-грузили туда, либо они нам не платят, да, вот тут индивидуальные лимиты надо выводить, то есть, там, по таким контрагентам ранжирование, в принципе, вот этих задолженностей, да, там контрагентов, да, вот, ну, в принципе, если, если лимиты есть, значения, то, в принципе, процесс неплохо на систему ложится. То есть, у меня есть понимание условий договоров, у меня есть понимание оплаты, начислений, и мне, в принципе, система так арифметически может выдавать календарь моих задолженностей, календарь моих платежей, без человеческого участия. Без человеческого участия может отгрузку блокировать, может жестко блокировать, может в режиме… Может просто красненьким подсвечивать. Может красненьким подсвечивать. Смотри, когда тебе говорят жесткая проверка, да, это документ не проводится, ну, вот, в принципе, ввожу тебя в тему моих коллег, да. И если какое-то предупредительное, скажем, сообщение, тогда это мягкое, ну, в принципе, информационное сообщение, не предполагающее системную блокировку. Ну, я поняла, это в зависимости от моих заявок, да. Окей, спасибо. Смотри, ты на этапе, вот, внедрения вот этой подсистемы, да, то есть, как бы, ну, вот, бизнес-требования должны в явном виде звучать, да, то есть, как мы, вот, какой функциональный периметр, да, то есть, там, когда приходит команда автоматизаторов, да, что они должны автоматизировать. Вот, знаешь, с чем сталкивались, когда топ говорит, хочу ДДС косвенным методом, да, вот сразу, чтобы, в принципе, все было. А мы понимаем, что, в принципе, ну, даже оперконтр не налажен, да, то есть, там, элементарно платежи не импортируются. Поэтому тут бы, знаешь, как-то вот такой диалог выстроить, да, там, степ-бай-степ, да, то есть, там, налаживаем оперконтр, выгрузка-загрузка платежей. Второй этап, да, то есть, там, допустим, делаем заявки, да, вводим систему лимитирования, да, там, транзакции. Третье, там, допустим, смотрим, в каком состоянии вот наши запреты, да, там, управление кипитуркой, когда нужно вводить блокировку. Вот методологически расскажи нам, пожалуйста, как этот процесс системный на предприятии выстраивать, да, там, вот, в прицеле на автоматизацию. Ну, прежде всего, естественно, мы прописываем сам процесс, сам алгоритм, который у нас на предприятии есть, назначаем ответственных по каждому ЦФО и по центральному офису. То есть, разнесение и начинается, прежде всего, с внесения первичных данных, да, то есть, согласование справочников и согласование, ой, да, и необходимой информации, которая нужна хотя бы для базовых расчетов, скажем так. То есть, уточни, пожалуйста, вопрос, потому что, ну, смотри, на предприятиях разные процессы по-разному выстраиваются, не могу сформулировать вопрос, повтори еще раз. Ну, смотри, мой вопрос, прежде всего, как бы, вот, как этот периметр казначейский, да, вот, замкнуть и полностью охватить, так скажем, да. Первое, у нас, ну, вот, на внедрение централизованного казначейства точно есть перечень банков, да, с которыми мы взаимодействуем, да. У них есть транспортные файлы, их описание, их структура, есть счета, есть выписки. Это с чем мы будем суверяться, да. Дальше, смотри, в принципе, казначейство может управлять дебюторкой, да, может быть выделенный департамент, да. Тут вот коллег моих из автоматизации надо сразу скоординировать, да, то есть, как бы, вот, по каким запросам кому обращаться. Ну, смотри, прежде всего, централизованное казначейство может быть разное, может, центральный офис управлять платежами активов, могут активы выполнять львиную долю своих платежей. Тут, опять-таки, зависит от заказчика, у меня по-разному было. У меня было, что и центральный офис оплачивает 90% платежей активов, и тогда это все под контролем центрального офиса. Есть, были случаи, когда активы владеют большой самостоятельностью, да, то есть, все зависит, опять-таки, от степени контроля этими активами, от многих других параметров, да, от, вообще, системы холдинга, доли участия и так далее. Вот, и в таком случае активы ведут сами свои платежи, и тогда централизованное казначейство смотрит только результат, видит результат, подтягивает к себе оплаты, выписки, ну, подтягивается в систему и консолидируются платежи с активов. То есть, по-разному было. Понятно. Смотри, в принципе, да, есть еще подсистема управления лимитами, да, там, управление лимитами идут от бюджетирования, да, там, и по статьям. Вот мы очень часто сталкиваемся, да, там, на проектах автоматизации, что предприятие не имеет лимитов, да, то есть, там, пусть статья, хотя и бюджеты. Вот как с таким, ну, моментом работать, да? Посмотри, ну, вот лимиты устанавливаются еще на фазе планирования, да, и контроль ведется, там, в заявках на операцию, в оперативном плане, да, то есть, есть такое. Дальше мы должны себе понимать вот эти лимиты, которые не использованы, они переносятся на следующий период, не переносятся. И насколько жестко, если мы не вписываемся в лимиты, платежи тормозятся, не проводятся, да, то есть, по каждой статье. Да, 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 именно вот как ты говоришь, можно, в принципе, делать, смотри, то есть, там, налаживать систему прав доступа, в какую сторону, да, там, заявку делать сверхлимитно и проводить ее, но тут же опять про любой модели компании, да, если мы понимаем, что есть человек, ну, допустим, СФО, да, там, директор по финансам, который может это провести, тогда проводим, да, то есть, там, в принципе, если нет, ну, жесткий запрет, тогда для всех. Ну, и система, я так понимаю, гарантирует планирование поступающих денежных средств, да, там, возможность совмещать централизованные и децентрализованные способы, да, то есть, по активам. То есть, я могу понимать, что какие-то платежи я отдаю на активы, на их рассмотрение, допустим, до определенной суммы или по определенным статьям, то есть, да, опять-таки, от потребностей холдинга, а какие-то у меня платежи только централизованные идут. Да, 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 вот это вот как раз на предпроекции, да, то есть, как бы, саму структуру, саму концепцию, вот, нужно проговаривать, да, потому что масса есть вариантов утверждения, да, вот, для конфигурации ERP, он достаточно большой, ну, вот, заходим и там утверждаем заявку, может быть, нужно делать из документа оборота, да, там, документ оборот, запускать по маршруту согласования, ну, вот, имей в виду, что это все на плечи топа, то есть, там, вот, маршрут, ну, топ-менеджера, который проект сопровождает со стороны компании-заказчика, да, то есть, там, вот, мои коллеги, они попросят, скорее всего, да, то есть, как бы, как двигается маршрут, то есть, изначально инициатор хозоперации делает заявку, далее эта заявка идет, там, на ответственного финансового контролера, дальше кто-то еще акцептует, да, то есть, там, в принципе, по контролю 4 пары глаз, да, то есть, как бы контролера недостаточно, может быть, еще кто-то там из, ну, топ-менеджеров согласовывает, поэтому вот эти вот вводные, там, моим коллегам из автоматизации ответственному топ-менеджеру надо будет давать, да, то есть, там, предупреждать. Это именно в плоскости маршрута согласования, там, заявок на расходование денежных средств. Хорошо, если понимаешь, вот эти вот политики централизованные, они в компании есть, да, тут, как сказать, тут два, ну, плохо, когда их, когда два спектра, да, там, черные-белые, плохо, когда их нет вообще, да, и плохо, когда это талмуды, то есть, там, вот, на этапе внедрения, что нужно, да, как маршрут двигается, как права настроить, да, то есть, как бы разрешить, согласовать, да, там, отклонить, и как топ видит свою, вот, архитектуру согласования, да, то есть, как бы, простое какое-то или действительно оно у нас с тобой, там, ходит через конфигурацию документа оборот, оставляет след и прилетает сюда в заявку в форме статуса. А ты понимаешь, у меня вот на практике было, что у меня разные активы имели разные степени свободы и, соответственно, разные маршруты согласования. Это от чего зависит, скажем? Это зависит от степени контроля центральным холдингом, от учредителей и доверия директорам. Это от многих факторов зависит. То есть, там даже если формально-юридический степень контроля одинаковая, то разная степень доверия ответственным лицам и разные суммы, допустим, позволяются. Кому-то там всякую мелочевку до 10 тысяч разрешают платить самостоятельно, кому-то, в общем-то, все основные платежи. Вот это, видишь, это на этапе предпроектного обследования и постановки централизованного казначейства, в принципе, да, там надо говорить, чтобы структуру, ну, вот, архитектуру, так скажем, бизнес-освещения коллеги мои могли бы прорисовать, да, там достаточно умнятно. Вот. Ну, в части казначейства, понимаешь, чтобы рекомендовалось. Очень многие, да, там вот коллеги твои решат, чем? Вот хочу финальный отчет, да, причем косвенным методом, послуженному алгоритму, да, вот как бы это моя конечная цель. Вот, знаешь, очень хорошо, когда топ-менеджер понимает, что есть низовые данные, да, то есть, как бы данный оперконтроль, и он за эти, и его отчет тем четче, чем, в принципе, прозрачнее и системнее эти данные, да, в принципе, вот на это бы хотелось обратить внимание, значит, если, ну, как бы ведутся какие-то активы вне системы, это однозначно ухо, да, и это будет процесс, когда, в принципе, ну, вот некий оборотно-сальдовый, процесс трансформации дали нам оборотки, мы их сконсолидировали. Если это система, да, там выгрузка, загрузка, проверка банковских остатков на ежедневной основе, да, то, в принципе, этот процесс прозрачнее, то есть, как бы четче, и, ну, как бы мы рекомендовали бы к нему двигаться. Второй этап, я бы выделила, знаешь, как это заявки, да, то есть, как бы заявочная компания, вот тут тоже методологически нас корректируй, пожалуйста, то есть, как бы как заявочный процесс в компании ставится, да, там по опыту. Ну, обычно в центре ответственности вносят свои заявки, да, то есть, в систему. Вот, но, опять-таки, в зависимости от разрешения и от доступа, бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, да, там, допустим, рост цены на топливо, и нужно заплатить сегодня на сейчас, а это не попадает ни в лимиты по бюджету, да, там, и не попадает по срокам внесения заявок, то есть, допустим, у нас срок внесения заявок и платежи должны хотя бы там несколько часов иметь разницу, но вдруг вот сейчас классная цена, да, то есть, вот как это тоже предусмотреть, чтобы было внесение и могла быть на него сразу реакция, то есть, прохождение согласования в ускоренном темпе, вот, то есть, допустим, в случае каких-то форс-мажоров, как это установить, какое-то форс-мажорное прохождение согласования, вот такой вот вопрос. Ну, это маршрут отдельный надо задавать, знаешь, вот, то есть, как бы, как у нас с тобой согласование выстроено, да, то есть, как бы не пускать ее по всему длинному маршрую. Не по кругу, да, вот, допустим, в случае форс-мажора, да, вот какие-то там, если оно, во-первых, маршрут отдельный, а во-вторых, в случае, если это не попадает в статью бюджета, то есть, сразу получается несколько условий нужно давать. Ну, знаешь, ну, как бы маршрут настроить на документообороте, да, то есть, там, принудительно по короткому запустить, это идёт раз за маршрутов согласования. А вот этот второй фактор, вот, расскажи чуть-чуть почётче, чтобы мы понимали. Второй фактор, если у меня, допустим, на месяц сумма X заложена на закупку топлива, я вижу, что сейчас, вот, выгодная цена, вот, сегодня, сейчас, в этот момент, и мне нужно поставить этот платёж сегодня, сейчас, а он у меня не попадает в статью бюджета, ну, не у меня, там, допустим, у казначе. Вот, и как ему сделать, чтобы я увидела и согласовала, потому что просто до меня не дойдёт этот платёж, если он не превышает бюджет, лимит в бюджете. Проведение сверхбюджета, сделать заявку, как бы, сверхлимитно и принудительно провести, имея высокие права. То есть, мы можем делать сверхлимит, да, и пускать по отдельному кругу. И по отдельному маршруту согласования делать сверхлимит. Ну, вот эти вещи, смотри, их надо, в принципе, чётко прописывать, потому что, ну, базовый контур, он есть базовый контур, да, там, это работает операционный поток, да, то есть, как бы, это базовые правила. Вот эти все... Ну, это просто жизненный пример, вот, что нужно, бывает такое, что нужно вот так. Вот эти сверхлимитные платежи, да, там, и, в принципе, более высокие правила акцепта, это надо просто, как бы, правами доступа регулировать, в том числе, и, ну, вот, в принципе, рассматривать их явно на предпроектном обследовании. То есть, тут задача, как бы, сопровождающего топ-менеджера в явном виде, ну, донести это, да, до команды, которая производит внедрение, так скажем. Смотри, то есть, хотела бы еще поговорить про именно обработку, да, там, вот, клиент-банка. В эту базовую механику очень редко там погружается кто-то, кроме оперблока явного, да, ну, вот именно тех, которые работают, да, то есть, там, куда вот эта штука двигается, да, на самом деле. Ну, во-первых, вот смотри, вот эта обработка, да, то есть, тут вот вид операции, да, там, поступление от клиента, там, и оплата поставщику, вот это пример того, на самом деле, как делать нельзя, но так делают очень много, да, то есть, там, это означает, что при разнесении банка придет платежное поручение с базовым видом операции, да, то есть, там, допустим, либо клиент заплатил, либо поставщику заплатили. И никаких других видов операции, там, платокомиссии, прочая дебюторка, да, там, какой-то еще, там, эквайринг, вот этого делать не будет просто, понимаешь? Да, что будет происходить у тебя на процессе? Будет казначей, который при разнесении платежей не только будет сопоставлять объект расчета, да, то есть, там, вот, там, конкретный договор, конкретный заказ, ну, и перебивать вид операции, да. Поэтому, вот, если предлагают делать так, да, надо у коллег хорошенечко спросить, могут ли они делать по-другому, да, в каком плане. Смотри, сейчас, в принципе, да, ну, вот, ориентироваться на текстовые поля, да, там, ну, в принципе, мало кто хочет, там, оправданно, да, из разработки. Ну, мы двигаемся, вот, знаешь, как-то вот расселили, да, себе в этом факторе горизонта, текстовые поля, комментарии на значение платежа по банковским документам достаточно сабланизированы, и мы в какой-то момент у себя поняли, что с этим можно работать. Делаем дополнительные настройки, да, там, настроечную таблицу, вложим эти поля. Если есть, ну, в принципе, предопределенные значения, да, там, допустим, вот текстового поля более-менее фиксированным банк пишет, да, ну, вот на языке финансиста, да, это звучит так, кодмейпить к виду операции. Сейчас я немножко покажу, что хочу сказать. Смотрим на принцип. Вот здесь вот, да, достаточно много видов операций. Вот поступление оплаты от клиента, точно так же в другую сторону оплата поставщику, из видов. Вот ту обработку, которую я показываю, да, там, собственно, вот если задавать настройки вот так вот, как у меня там, да, то есть как бы будет по умолчанию выбираться один вид операции. Если на клиент-банке можно отловить все остальные, да, там, вот возвраты, прочее поступление, там явно валюты, да, там отводить, то есть как бы вот взаимодействие с сотрудниками, ну, в принципе, это ведь надо, да, то есть как бы задавать это нужно, да, то есть там, в принципе, и это стоит делать. Чтобы вот такую доработку в работу запустить, да, что нужно на самом деле, то есть как бы и от казначея, и от, ну, куратора казначея, нужно хорошенечко проработать текстовые поля, да, то есть как бы именно поле комментарии, вот как дает банк комментарии к платежам. Там на самом деле очень много всего интересного можно отловить. Можно найти расчетные документы, поставить, да, там конкретный заказ, да, для ERP, да, вот. Очень, ну, вот, в принципе, в своих последних проектах мы списочное разделение по заказам делали, ловили, да, то есть там вот несколько заказов, то есть вот эти моменты. Это, кстати, очень ценно потом для аналитики, да, то есть когда вот эти вот списочные заказы. Да, 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 это у тебя казначей, понимаешь, вот много детализации взаиморасчетов, да, там по заказам, по накладным, она уходит в песок в том числе из-за того, что казначей не хочет разбирать платеж списков, да. Вот как только начинается какое-то агрегирование по договору, да, там в целом, это надо себе четко понимать, что, ну, вот дальше анализ, да, то есть даже, если будет разделение, там, заказ на отгрузках, на поступлениях, да, то есть... Да, да, у меня сейчас это очень актуально, кстати говоря, у меня сейчас большие разбивки по договорам, и это, как раз, очень актуальный момент. Вот, понимаешь, тут, как бы, ну, есть элемент сопротивления, потому что тем специалистам, которые производят разделение по платежам, ну, иногда там, как бы, объективно, иногда действительно лень, да, там разбивать, да, списочно. Поэтому тут нужно задавать, так скажем, базовые правила, да, там, базовые вводные условия игры, что если мы хотим мониторинг, да, там, какой-то декомпозированный, да, то есть, там, так скажем, дальше отслеживать, это и дебиторку по накладным, да, там и по заказам более четко, то мы вот все, ну, как бы, дьявол кроется в деталях, да, мы платежи, прежде всего мы платежи должны разделять, да, то есть, там, потому что дальше вот более четкой идентификации не будет. Это, знаешь, такого много, вот, не хотим дробить, не будем, да, вот, и мы себе, в принципе, снижаем уровень аналитичности инструмента, вот, поэтому если есть возможность, да, там, директивно, ну, в принципе, там, понимая, что это в банковских документах есть, да, там, счет, и сверку можно сделать в этих разрезах, то лучше платежи, ну, во-первых, разделять, да, во-вторых, проанализировать, что в этих выписках есть, да, там, в текстовых полях, вот. Скажи, пожалуйста, вот организационно это можно сделать, Наталья? Вот я смотрю и думаю, организационно директиву, конечно, дать можно, но, опять-таки, человеческий фактор, да, у нас присутствует, и мы должны понимать, а кто будет отслеживать аналитику этих текстовых полей. Можно как-то систему попросить, допустим, не пропускать документ, если какие-то поля не заполнены? Ну, смотри, как делается, да, в плане, ну, в принципе, автоматизации. Это регистр сведений, то есть, там, чем регистр сведений отключается от регистра накопления, сведений он на дату, да, то есть, системная табличка видов страшненького, накоплений, если он остаточные остатки дает. Вот если к тебе приходят мои коллеги и говорят, будем делать резистор, ты уточняй, какой, да, то есть, как бы, ну, сразу пойму, что, как бы, с умным человеком имеют дело, да, там, наводящие вопросы давать. Значит, регистр сведений на дату, да, потому что, в принципе, форматы могут меняться, да, поэтому, наверное, на дату, вот, и как мы делаем, да, в наших проектах, там, в принципе, ну, реальную базу не могу показывать, да, там, заказчика, значит, это текстовая поля, и это всегда мейпинговая таблица. Вот если мы говорим о регистре сведений, да, то есть, как бы, это всегда к чему-то мейпинга, а мейпинга – это к виду операции, на самом деле, платежного документа, то есть, платежка у нас ходит, да, мы говорим, что это, допустим, прочее поступление, вот, там, какого-то прочего нашего контрагента, да, не основного поставщика, да, допустим, по текстовому полю такой-то, да, то есть, там, допустим, в текстовом поле есть слово таможня, мы вот это вот, в принципе, делаем такой вот регистр сведений, коллеги путят Алиса, да, то есть, как бы, вот, умный поиск, да, там, ну, на самом деле, ридеры хорошо себя зарекомендовали. Сопоставляем, подмейпиваем к виду операции платежного документа, и это так работает. Хорошо, а вот вопрос контроля, у меня может не проходить эта платежка, если текстовое поле не заполнено? Ну, смотри, не проходить, не проводиться, да, то есть, как бы, нет, не может, потому что оно нам исказит с тобой банковские остатки, да, оно может, в принципе, если мы с тобой говорим об платежах, загрузиться максимум биды, которую, ну, в принципе, вот эта автоматизация может наделать, это с базовым видом операции загрузиться, да, оплата поставщика, вот он его не распознает, да, там, как перевод на другой счет, или на, как, да, он его должен однозначно сопоставить с базовым видом документа, да, то есть, вот, если вот не сопоставляет с базовым документом, ну, с типом документа, не грузится, поэтому вообще это беда, это надо разбираться. А если загрузился вот, ну, вот как-то вот так, да, то, в принципе, может быть. Ну, ты понимаешь, с чем этот вопрос связан, просто с вопросом контроля, потому что директиву дашь, один казначей будет все хорошо, красиво делать, а другой казначей забьет на это, ему будет лень, и как это проконтролировать, то есть. Ну, я про то, чтобы система принудительная заставляла работу. Ну, тут смотри, какие вопросы можно задавать на входе, да, то есть, как бы, это на самом деле, ну, вот если казначеи там работают как операционисты, да, то есть, это беда, да, если там есть специалисты, которые анализируют это все, да, то есть, как бы, скорее всего, так и есть, вот это хорошо, то есть, как бы, потому что вот эту всю информацию на вход, да, там, даже для заполнения регистра сведений, ее надо положить, да, то есть, там, вот это же слово таможня вытащить, то есть, как бы, как мне расчетный документ вытащить, да, то есть, как бы, на что вообще ориентироваться, да, то есть, там, в принципе, они хорошо должны прослеживать, ну, вот, динамику и корреляцию, понимаешь, да, о чем я говорю, то есть, как бы. Конечно, да, то есть, у меня, в принципе, казначеи обязаны относительно статью ДДС, но очень часто люди ошибаются, тоже. Понимаешь, вот этот регистра сведения, да, там, ну, вот аналитическая системная таблица, она, в принципе, вот, статья ДДС при проектировании тоже имеет место, то есть, как бы, вот максимально вытянуть в платежный документ, да, то есть, как бы, те данные, те аналитики, которые можно без участия человеческого фактора, то есть, текстовое поле, да, то есть. Не, ну, это круто, если есть, там, слово таможня, и оно мне будет сразу уложиться, там, на затраты таможни, конечно, хорошо, то есть, кто говорит, и это, ну, во-первых, помогает казначею, который может забыть, может полениться, может, там, не знаю, может ошибиться. Конечно, это замечательно, то есть, если этот ридер читает и видит ключевое слово. Ну, смотри, ридер программируемый, да, но, как бы, участие аналитиков компании требует, да, то есть, там, ну, в принципе, мы попросим этот набор параметров раз, да, вот какие виды платежных документов в NMA-52, и если есть возможность коррелировать со статьями движения денежных средств, вот это круто будет, это он тебя в платежку вытянет сразу статью ДТС, то есть, как бы, в таком контексте, да, в таком случае. Так, понятно, хорошо, замечательно, идем дальше, что? Да, идем дальше, что, да, то есть, там, смотри, в принципе, давай поговорим вот в такую тему, да, тоже, как бы, делаемся в этом направлении, это управленческие валютные курсы, да, то есть, там есть… О, это очень интересная тема, особенно, когда в иностранных банках эти валютные курсы меняются в течение дня. Скажи, пожалуйста, тут тоже, вот, в принципе, загружаем базовый курс валют, давно он там загружается, да, то есть, как бы, никого не удивишь, нечем, в какой спектр двигаемся, да, в каком направлении. Делаем отдельный регистр, то есть, как бы, базовый валютный курс с поправкой на коэффициент, там, вот, некий управленческий. Дальше вот этот вот управленческий валютный курс можно использовать уже, в принципе, в текущих документах, да, там, платежи пересчитывать, там, в принципе, реализацию, корректировку реализации с учетом этих управленческих курсов. Скажи, пожалуйста, кроме коэффициента, да, используется ли для валютных курсов управленческие какие-то более сложные, так скажем, математические выкладки? Смотри, для валютных курсов, вот, реально, чем я сталкиваюсь, да, вот, допустим, при работе с Польшей, с банками Польши, у нас в течение дня меняются валютные курсы, вот, и вот у меня реально курсовые разницы, есть проблема посчитать, потому что, то есть, мне последнему не особо интересно, допустим, если у меня достаточно большие суммы, там, я плачу, там, 100 тысяч евро в течение дня, то есть, я не могу выцепить эти валютные курсы по той простой причине, что они, там, три раза в день меняются, скажем так, и у меня, получается, купля-продажа валюты по одному курсу, причем для разных сделок она у меня по разным курсам, вот, допустим, утром и вечером, да, вот, при этом у меня есть платежи, есть евро, злотые, гривны, вот, и я не, ну, скажем так, вот, вывести действительно курсовую разницу адекватную, есть проблема. Смотри, в чем здесь может быть охраничение системное, да, то есть, допустим, вот эти регистры, да, там, ну, как бы, сведения периодически, там, везде период день, то есть, как бы, если вот так вот, как ты говоришь, меняется несколько раз в день, да, то, в принципе, беда будет, то есть, нельзя ли как-то эту ситуацию немножко стабилизировать, да, ну, хотя бы вот этот управленческий валютный курс до дня получить, да, вот, если мы с тобой понимаем, что вот раз в день – это нормально, система с этим happy, да, и это, ну, как бы… Ну, я сейчас так и делаю, я сейчас ссылаюсь на средний валютный курс на сайте Нацбанка Польши, польского, то есть, у них есть такой средний валютный курс в базе, и я сейчас к нему привязываюсь, вот, и я понимаю, что у меня там некоторая управленческая погрешность, сейчас, сейчас я так выхожу на ситуацию. Угу, то есть, я не знаю, а большой вот этот лаг, потому что вот это тоже тема интересная, да, там, затронуло выведение функциональных разрывов, да, вот как нам согласовать, понимаешь, потому что, ну, иногда идут очень большие, ну, дописки, да, там, вот, разработки именно на, ну, вот, оно во единого яйца не стоит, вот, как ты считаешь, вот это большая погрешность, да, если периодичность, вот, день, то есть, как бы, как нам такую, ну, доработку отслеживать, когда нужно спорить, да, когда нужно соглашаться, там, и систему переписывать. Ну, это зависит от того, во-первых, ну, вот, если такая ситуация, как у меня, да, допустим, у меня имеет смысл, имела бы смысл, скажем так, вот, потому что погрешность достаточно бывает существенная, вот, между утром и вечером, это правда, такое есть, то есть, если такие заказы от заказчиков поступают, вот, и, возможно, это буду и я тоже, я так на всякий случай предупреждаю, вот, потому что, ну, вот, реально имеет смысл, когда, там, шеф прибегает и говорит, срочно продаем, потому что, ну, и так, ну, оно реально видно, то есть, реально часто имеет смысл, материальное это отклонение. То есть, ты хочешь сказать, что волатильность рынка такая, что нужно системы дорабатывать, и это, ну, в принципе, для бизнеса релевантно, да? Смотря, ну, опять-таки, да, для тех, кто работает с европейскими банками, с европейскими и американскими, потому что я вот по Канаде тоже посмотрела, что в Канаде тоже меняется в течение дня курсы, достаточно бывает существенные скачки. То есть, если клиент, да, ориентирован на западный бизнес, то это, скорее всего, понадобится. Ну, давай себе понимать, вот, знаешь, меня больше волнует в сторону, вот, как выстроить отношения между командами, да, потому что я вот всегда как-то хочу эту ситуацию там, ну, как бы, сгладить, да, чтобы система не страдала вот в какую-то сторону там совсем, понимаешь, потому что там, ну, во многих местах может там проявиться и обновление плохо, да, там, допустим, и быстродействие плохо, то есть я всегда архитектора технического зову, чтобы смотрел вот на таких-то больших, каких-то нетривиальных, да, моментах, вот. Я правильно понимаю, что если, допустим, нам с тобой технический архитектор говорит, что делать там сложно, ресурсоемко работать будет нестабильно, это можно поправочным коэффициентом выкрутить? Да, 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 я с этим бы согласилась, потому что, ну, прежде всего, в приоритете это стабильная работа системы, это однозначно, вот. Вот, и тот коэффициент поправочный, действительно, который я могу понять по изменению курсов, допустим, во-первых, это же не каждый день существенные скачки, да, там, утро-вечер, это там бывает, но бывает далеко не каждый день, и действительно можно какой-то поправочный коэффициент поставить и на этом договориться, то есть это да. Ну, просто, что такой вопрос возникает, и нужно дать какое-то решение, которое малой кровью понравится и заказчику, и айтишникам программы, и заработчикам. Ну, ты знаешь, я вот в последнее время, да, там даже руководство как бы удивляется, говорит, что же мы всех так спрашиваем, да, то есть там, в принципе, вот, но на самом деле, понимаешь, если есть две крайности, опять же, в проектах, которые происходят, когда заказчика сильно спрашивают, да, там, он как, дети у малого, я не знаю, что ему нужно, да, другая крайность, это когда вообще вот не спрашивают бизнес, да, там, вот, как нарядим, так и будете работать. Вот, это на самом деле две крайности, ну, в своих проектах мы рекомендуем круглые столы однозначно, да, то есть там, я всегда постараюсь ходить там с кем-то из архитектуры, вот, кто из тех архитекторов, кто занимается, да, этим всем предметно, вот, если, допустим, ну, вот разработчик, да, то, что ты называешь айтишник, говорит, там, что я могу делать, да, ну, тут надо понимать, что не может, да, то есть как бы не может, не хочет, да, то есть как бы вот там один спектр действий, видит риски между связанными таблицами, там, специальные быстродействия, там, ну, другой разговор, я пытаюсь у всех своих разработчиков, вот, если куда-то мы заходим не туда, да, спрашивать, почему делать нельзя, да, то есть как бы если бизнес, да, просит, да, где же нам будет плохо, если мы вот так вот сделаем, да, то есть. Ну, я с своей стороны тоже всегда прислушиваюсь, потому что мне важно, чтобы была стабильная и адекватная работа системы, корректная, вот, поэтому если это требует каких-то и больших трудозатрат, и действительно там есть вопросы по стабильности работы, то, конечно, будем договариваться, как это малой кровью избежать. Ну, надо понимать, как бы, вот смотреть, чем можно заменить, да, то есть, как бы, вот нормальный процесс, это, когда команда садится за круглый стол, да, и разговаривает, вот если вот такого диалога не происходит, но вот это пиши пропало, да, то есть, как бы, для одной... Ну, да, бизнесу не подойдет, ему будет что-то не так, это все равно будут постоянные какие-то доработки, дергания, то есть, конечно, я согласна, да, со мной. Вот, это, ну, как бы, ну, вот, в таком фокус-ключе, там, двигаемся, да, с этими курсами, плохо, где критично, может быть, в двух местах, или сложное обновление, понимаешь, или замеры быстродействия, да, то есть, там, долго будет работать, вот, поэтому, в принципе, если рекомендуем очень сильно прототипирование, вот, знаешь, прототипирование функционала штатных механизмов, чтобы люди это посмотрели, вот, сейчас, в принципе, вся консультация так вот двигается, да, там, мы их проекты, показываем базовый системный функционал, и потом, в принципе, делаем конфигурационное наложение на бизнес-процессы компании, да, где действительно у нас функциональные разрывы, так скажем, возникают в каких моментах. Следующий шаг такой, это отранжировать функциональный разрыв, да, то есть, как бы, это к бизнесу, да, или это к системе, то есть, как бы, ну, вот, если нет у нас лимитов, да, там, по заявкам на расходование денежных средств, это к бизнесу, да, то есть, там, идите, коллеги, делайте эти лимиты, создавайте, да, там, заявочную компанию, если система что-то не может, ну, там, допустим, до дня что-то там травматично, это уже к системе, это надо там обсуждать, вот, вот функциональные разрывы не так просто проранжировать, понимаешь, то есть, как бы, тут надо тоже, понимаешь, вот круглые столы, чем легче они, ну, вот, как бы, чем больше коммуникаций, на самом деле, на этапе внедрения, вот, к этому пришли, наверное, да, чем лучше, тем проще это все потом выстраивается, то есть, оно и устаешь от этой говорильни, да, там, постоянно, но с другой стороны, вот, если этот момент в явном виде, там, через формализацию документов пропускается, то плохо потом бывает, ну, как, и какие-то узкие зоны не учли, и оно все посидалось. Ну, во-первых, когда проговариваешь, так бизнес лучше понимает, что ему надо, то есть, пока люди разбудят руками и говорят, что нам надо вот это вот, чтобы оно вот это считало, вот у меня есть табличка, мне надо, чтобы оно вот так считало, так это, ну, тут тоже не особо классно для понимания, вот, когда люди садятся и между собой разговаривают, в том числе, там, общаются с разработчиками, да, то есть, особенно, когда это разные департаменты сидят разговаривать, они заодно между собой налаживают коммуникации, и все выстраивается в систему, то есть, оно обоюдно полезно, на самом деле получается. Ты знаешь, с кросс-функцией вообще интересно, вот это, когда собираются, ну, вот и коллеги мои тоже без бизнес-анализа, да, там подмечают, когда собираются несколько департаментов с перекрестными требованиями, то есть, вот тут вот очень интересно, понимаешь, а нередко эти требования противоречивы, да, то есть, как бы, кто-то говорит, вот у меня там, допустим, штатный процесс согласования заявочной кампании идет по маршруту, то есть, как бы, ничего не меняется, другие там, ну, вот, реверсно, то есть, у меня все платежи там. Нет, ну, такие же о том же, просто, ну, чтобы не ставил каждый департамент разработчикам свои задачи, они должны между собой в корпорации определиться. Слушай, а как такой процесс налаживать, да, то есть, мы реально часто с этим сталкиваемся, понимаешь, с перекрестными хотелками от кросс-функций, да. Ну, так это жизнь такая, да, это каждый день мы с этим сталкиваемся, поэтому, да. Ну, понимаешь, я стараюсь договариваться, да, я всегда стараюсь договариваться, вот в каком плане, если действительно кросс-функции, если действительно мы транжировали эти функциональные разрывы, и они противоречащие, и система так не может, кто-то должен сказать там, ну, в какую-то финальную точку, то есть, тогда такие вопросы эскалируются, да, и топ-менеджмент должен понимать, да, то есть, как бы, что мы тут делаем, дорабатываем, либо как-то реинжиниринг проводим бизнес-процессов в сторону системности, да, там, либо как-то по-другому. Вот если такой, ну, в принципе, на уровне СЕО или на уровне СЕО такая функция есть, то как-то оно выравнивается. Если вот такое, в принципе, ну, не происходит выравнивание процесса, тогда, конечно, процессы автоматизации, ну, не заходят в тупик, но как-то вот хаотично идут, да. Вот, поэтому… Ну, такой, допустим, финансовая служба может среди себя организовать алгоритмы, да, их выполнение, ну, допустим, с отделом закупок и с отделом продаж, да, там, с департаментами, может не быть такой коммуникации, потому что у них там свои алгоритмы, вот, то есть, конечно, это уже там решается на уровне корпорации много вещей, поэтому… Ну, тут, в принципе, ты понимаешь, если… тут надо понимать, какая подсистема запускается. Если вот только казначейство, да, тогда, в принципе, СФО может это отрегулировать, да, у него там не так много этих департаментов, да, там, подчинений. Поэтому, как бы, если еще в кросс-функцию совсем мы уходим, тогда нужно на уровне генерального директора, наверное, собираться уже, там, говорить вот эти вот моменты. Ну, видишь, что мы со своей стороны пытаемся сделать, мы пытаемся это все выписать, да, то есть, как бы, на фоне предпроектного обследования, да, то есть, как бы, выписывать эту карту функциональных разрывов, да, то есть, как бы, что система не может быть тем. Дальше проранзировать это к бизнесу, это, допустим, к системе в доработку, да, там, это вопрос открытия. Вот такое упражнение себе проделано. Так, ну, по казначейству, наверное, сегодня вот в сторону Алисы, хост-хост, такой вот инноваций мы все обсудили. Давай, время у нас дедлайн подошел, давай посмотрим, может быть, взяли какие-то... Давай обсудим, о чем мы поговорим в следующий раз. Это могут быть закупки, может быть консолидация, то есть, интересно все. Отлично, смотри, мы можем, в принципе, проговорить бизнес-стратегии пополнения склада. Пополнение склада на минимум, да, то есть, вот, мы бы могли рассмотреть модели, да, то есть, как бы, пополнение склада, вот, как использовать, какую стратегию, что оптимальнее, да, для закупок. Закупка, вот, говорят по опыту, по практике коллег, одна из самых таких вот сложно автоматизируемых функций, мы бы могли рассмотреть, там, с Юлией показать, она у нас специалист по закупкам. У меня по закупкам очень много вопросов, особенно железнодорожным транспортом, особенно, когда вагоны проходят таможни в разное время под одну закупку. Это я вам позадаю вопрос. Отлично, ну, я смотрю, что вопросов в чате у нас нет. То вопросов из зала, да, в принципе, тебе большое спасибо. Вот, было интересно, если есть какие-то инструменты, там, вот, по повышению, как бы, доносимости, так скажем, нашего материала, говори, учтем, да, то есть, там, сейчас для себя открыли рисование, да, то есть, там, мы все рисуем, Наталья, то есть, там, в принципе, если новый функционал разрабатывается, то есть, как бы, у меня консультанты на процесс не выходят, пока не нарисуют, да, особенно, если новый, то есть, как бы, рисуем в канве, рисуем, в принципе, в конфигураторе, да, то есть, как бы, ну, рисуем, вот, это будет выглядеть так и работать так, да. Вот говорильню для себя открыли, да, коммуникацию с заказчиком, и рисование, то есть, как бы, у нас, по сути, процесс превращается в арт-терапию. Замечательно, говорильню, рисование и... Да, и понимание процесса полноценно всем участникам. Замечательно, давай до закупок. До закупок, да. Процесс тогда из зала нам вопросы не задают, тогда всех наступающими праздниками, большое спасибо коллеге, что посетили наш семинар, надеемся встретиться с вами на управлении закупками. Всем спасибо. Да, спасибо, на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова